Привет, с вами Велсков, сегодня поговорим о личном, о наушниках. И это предмет весьма персональный, потому что носишь его на голове, это то, что тебя дополняет, улучшает, и, конечно, хочется, чтобы наушники были классными. И знаете, в чем проблема? Вот ко мне прилетают наушнички Sony, которые 1000X M3, что в данном случае означает буквка M3, а то, что это третье поколение, и Sony выпускает эти наушники каждый год. И ты думаешь, блин, с одной стороны это круто, потому что это хорошие наушники, которые становятся все каждый раз лучше. Но с другой стороны, мне, например, как обладателю и первых, и вторых, непонятно, зачем выпускать третье? Ну, типа, так быстро, потому что я еще не успел насладиться первыми, вторыми, и типа, куча денег тратится, как так? Поэтому я решил в этом разобраться, и сегодня мы с вами не только распакуем, но и посмотрим, что это такое, сравним с предыдущими, а также я попрошу, наверное, Лью Казакова слетать куда-нибудь, изучить этот вопрос с точки зрения шумодава и прочих возможностей, и кое-как здесь достаточно много. Поехали! У меня в личном пользовании три модели вот этих наушников. Одна первая и две вторых, потому что я покупал себе первые, я покупал себе вторые, и еще покупал жене вторые. И в итоге все это используется каким образом? Я в них летаю, потому что так уж получилось, что за последние несколько лет я стал очень часто летать. Это всевозможные выставки, пресс-туры, просто какие-то отдыхи, поездки и так далее. И, конечно, когда ты летишь особенно очень долго в какую-нибудь Лос-Анджелес, Америку и так далее, хочется посмотреть сериал кино с нормальными наушниками. То, что дают в самолете, но это прям печаль и боль. Один раз мне в жизни давали наушники хорошие, с шумодавом, когда я летел в Токио, и они были от Sony. Прикиньте, они просто в комплекте тебе, к твоему, значит, билету, дают наушники Sony. Я такой, вот это уровень. Но вообще, конечно, хочется, чтобы они были свои, чтобы они были хорошие. И в данном случае 1000X это серия, которая завоевала бешеную популярность, потому что она обладает двумя ключевыми факторами. Первое, это все-таки соотношение цена-качество, наверное, даже тремя. Второе, это дизайн. И третье, это возможности. Это одни из самых технологичных наушников на рынке. Потому что в этом сегменте плюс-минус 25 тысяч рублей, назовем его так, в этих историях достаточно высокая конкуренция, потому что на рынке большое количество наушников, которые удовлетворяют потребностям, на уровне удаления шума, например, и чтобы они играли хорошо и выглядели хорошо. Но Sony делает это еще и технологично. У них есть приложенька, которая позволяет тебе оптимизировать шумодав, которая позволяет тебе управлять всякими дополнительными функциями, возможностями и так далее. И вот это уже очень понравилось во второй версии. Но в данном случае... О-о-о-о, слушай. Ну-о-о, дратуки. Слушай, при том, что дизайн вроде как не сильно изменился, все равно есть какие-то отличия, все равно ты такой, вот это хорошо. На них написано M3. Но сделаны, как всегда, очень качественно, потому что здесь и амбушюры приятные, и изголовье хорошее. Опять же, 13 часов сидишь с ними на голове в самолете, у тебя уши не затекают, голова квадратная не становится. Это очень приятно. А главное, знаете, что? Здесь, например, USB-C. Ну, короче, ты вот такой, блин, все, что нужно для жизни, все есть. Переходник на самолетный адаптер в комплекте. Между прочим, удобный проводок USB на USB-C. И коротенький. Вот это, кстати, классный проводок, действительно. Комплектный вот этот вот самый переходничок, который надо достать аккуратненько. Вот этот двойной. Сейчас не так часто встречается, но тем не менее еще есть. Он здесь в комплекте лежит и есть не просит. И проводное подключение. Опять же, если вы хотите подсоединиться к бортовой системе самолета и смотреть кино непосредственно на экране на кресле, вы можете это делать через подобный провод. 30 часов работы заявлено. В общем, друзья мои, ну, это, знаете, шлифование идеала. Я бы так это назвал. То есть, это хорошие наушники, которые уже были классными в первой версии, стали лучше во второй и еще лучше в третьей. Ну, то есть, вообще. Sony молодцы. Мне немножко грустно от того, было изначально, что эти наушники выходят слишком часто. Типа, каждый год. Реально, ты их купил только еще, не успел как бы кайфануть даже, а уже вышли следующие. Грустно? Да не особо, на самом деле. Потому что дизайн остается плюс-минус такой же. Качество звука на высоте. Единственное, что меняется, это вот фишечки. Типа, добавили USB-C. Окей, окей. Они, конечно, улучшаются, но, знаете, в том балансе, когда пользователи предыдущей версии, они настолько расстроены, что вышло новое, потому что у них примерно то же самое. Но человек, который покупает новые, получает всякие дополнительные плюшечки. А вот это хорошо. Но это мое мнение, друзья. Вот я человек, который наушники пользую достаточно часто. У меня несколько версий было. Но у нас есть еще Илья Казаков, который, возможно, отличается, его мнение от моего. Возможно, у него есть какая-то своя мысль, которая будет интересна. Мне кажется, это вообще классный подход, когда у нас одни и те же продукты распаковывают или рассматривают два ведущих, потому что фиг знает, какие у него мысли. Давайте выясним. Вот есть у Вали определенный талант к распаковкам, запаковкам и всему этому. На самом деле, все сейчас говорят про наушники с активным шумоподавлением, однако не все знают, как это работает. Технологии активного шумоподавления на самом деле не новые. Еще в 30-х годах создавались патенты, и работает все это, ну, достаточно просто. Фактически, шумоподавляющий динамик создает звуковую волну с той же амплитудой, но в противофазе. И таким образом две волны интерферируют и нивелируют друг друга, компенсируя давление на барабанную перепонку. То есть, мы ничего не слышим. В наушниках есть массив микрофонов, которые считывают окружающий шум, и затем в реальном же времени наушники создают как раз вот ту самую инвертированную волну, для того, чтобы мы с вами слышали как можно меньше постороннего шума и углубились в прослушивание музыки. Давайте поменьше теории, и сейчас я попробую продемонстрировать вам это на практике. Для этого нам понадобятся наушники Sony WH-1000XM3, петличный микрофон, вот он у меня здесь есть для того, чтобы писать фоновый шум, и непосредственно сам фоновый шум. Давайте представим, что мы с вами на аэровокзале, ждем своего вылета где-то в ресторане, вокруг шумит народ, звенит тарелками, вилками, ложками, и все это слушать совсем-совсем не хочется. Что мы с вами делаем? Надеваем наушники, кладем петличные микрофона в ухо, раз-раз-раз, вот сейчас я говорю в него, работает. И включаем наушники, чтобы отсечь весь фоновый шум, который нам совсем не нужен. Согласитесь, так уже гораздо лучше. Впрочем, мы же сидим на аэровокзале, наверняка будут какие-то важные объявления, и их пропускать очень не хочется. Либо кнопочкой на левой чашке, либо из приложения мы с вами можем поставить галку фокус на голос, для того, чтобы наушники, если будет какое-то важное объявление, помогли бы вам его не пропустить и улететь вовремя. Ну ладно, все. Шумодавим во весь рост. Вот сравните, сейчас у нас включено шумоподавление. А вот сейчас мы с вами слышим весь шум вокруг. Ну нет, лучше уж без шума. Вау, как громко-то вокруг на самом деле. Наушники с шумоподавлением — это такой продукт, который ты один раз попробовал, и все, ты отказываться от него уже не будешь. Даже если ты не очень часто летаешь, ты все равно не хочешь слушать посторонний шум. Будь ты на улице, в метро, в автобусе, в любом общественном транспорте, но не хочешь ты слушать шум, ты хочешь слушать музыку. Вот это, например, мои первые Соньки, еще МДР-1000X. Покупал их в Доктор Хэдди, помню, очень долго собирался потратить на них 25 тысяч рублей, но, в общем-то, потратил и остался крайне доволен. Но все-таки к ним были претензии, и к третьему поколению эти мелкие шероховатости Соня исправила. Сейчас обо всем поподробнее расскажу. Претензий на самом деле было две. Меня устраивало практически все. Качество звука, качество шумоподавления, качество сборки, хотя многие жаловались на не очень крепкие оголовья, у меня никаких проблем нет. Вы видите, они все помятые, покоцанные, поцарапанные, но, однако же, полностью функциональные. Но строение амбушюр давило на уши. Я не знаю, как так, но долгое время в этих наушниках мне провести было тяжело, потому что я физически, ушами чувствовал амбушюры. Ну, это просто-напросто неудобно. Ну и, конечно же, разъем для зарядки в виде микро-USB. Это, блин, не круто. А вот в третьем поколении эти две проблемки поправили. Гораздо больше места стало для ушей внутри чашек, соответственно, ничего на уши не давит, и в наушниках можно провести гораздо больше времени. Например, мы с Женей тут недавно летали в Эмираты. Блин, там так тепло, так здорово, и я весь полет провел и туда, и обратно. В наушниках, знаете, мне было кайфово. Я практически не слышал шума двигателя и людей вокруг, разговаривающих шумно. Было здорово, и, главное, удобно. Хотя внешне, конечно же, наушники изменились не так и сильно, если их сравнивать с первым или со вторым поколением. Они стали легче, они стали удобнее, чуть-чуть изменилось оголовье. Они больше не смотрятся на голове алиповато, как первая серия, но это пофигу, на самом деле, как они смотрятся. Главное, чтобы они звучали хорошо и отлично изолировали от шума. На левой чашке есть логотип NFC. Если вы пользователь айфона, можете расслабиться, это вообще не для вас. Если у вас Android, то вы сможете легко спарить наушники с телефоном, просто приложив их друг к дружке. Ну, работает как магия. За шумоподавление и, в принципе, воспроизведение звука здесь отвечает новый 32-битный процессор QN1. Sony им очень гордится и заявляет, что качество шумоподавления выросло, серьезно, в разы. И я не знаю, как вообще замерять, насколько лучше стало шумоподавление в наушниках, когда уже в самых первых тысячных X там было все в порядке. Но также процессор QN1 отвечает и за то, чтобы вычленять объявления в общественном транспорте, в аэропорте, в метро и, соответственно, глушить шумоподавление, чтобы вы смогли все услышать. Я ездил с этими наушниками в метро и, ну, с московской подземкой все-таки он справляется не так хорошо. Периодические какие-то обрывки фраз из объявлений станции метро до меня долетали, но далеко не в 100% случаев. В плане компоновки органов управления на наушниках осталось, ну, плюс-минус все так же, как и было. Значит, на левой чашке у нас USB Type-C для зарядки, справа 3,5-мм разъем для проводного подключения, кнопка включения и кнопка изменения режимов шумоподавления. Также на правой чашке вот здесь у нас есть сенсорная панель для управления воспроизведением, то есть обычными свайпами или тапами. По ней можно ставить музыку на паузу, включать следующий или предыдущий трек и изменять уровень громкости. К этому нужно привыкнуть, но когда привыкаешь, работает вполне достойно. Вы знаете, я вот даже чуть-чуть завидую людям, которые еще не пробовали наушники с активным шумоподавлением, потому что, реально, когда ты чувствуешь разницу, ну, хочется очень громко и даже, наверное, немного нецензурно удивляться. Поэтому я вам рекомендую после просмотра этого ролика, если есть возможность, сходите куда-нибудь в магазин, где выставлены наушники, вот те же Sony возьмите, и просто попробуйте. Просто ощутите, а потом возвращайтесь и напишите в комментариях, удивило ли вас это, как это в свое время удивило меня, или нет. Здесь есть три режима шумоподавления, и что самое интересное, наушники достаточно умные, и они сами автоматически подбирают эти режимы в зависимости от ситуации, в которой вы находитесь. Впрочем, эту настройку из приложения можно отключить, включить максимальное шумоподавление и не слышать всяких там объявлений в аэропорте или где-нибудь в метро. Никуда, кстати, не делась и фича из предыдущего поколения этих наушников со встроенным в них барометром. Серьезно, они определяют уровень атмосферного давления для того, чтобы оптимизировать шумоподавление. Это нужно, если вы часто летаете в самолете. Правда, разницы какой-то критичной я не заметил, но, в принципе, наверное, это так и должно работать. Ну и моя любимая фича, которая еще присутствовала в самом первом поколении 1000X, это возможность положить ладошку на правую чашку и таким образом полностью выключить шумоподавление для того, чтобы услышать какое-то объявление. Либо же, допустим, вы летите в самолете и стюардесса вам что-то предлагает. Вы такие, оп, типа, чё? А, мне апельсиновый сок, пожалуйста. И продолжаете слушать новый сингл Inflames. Ну, потому что почему бы нет? Ну и самое важное в наушниках это звук. Но звук это дело очень субъективное. Каждый из нас с вами воспринимает его по-разному. И кому-то нужно, чтобы было много баса, чтобы был один жирный бас. Кто-то хочет слушать больше высоких частот, кому-то нужен балансный звук. Не знаю, мне что первые, что вторые, что третьи очень нравятся по звуку. И это, наверное, одни из лучших наушников, которые я слушал именно беспроводных. Это не аудиофильские уши, это, назовем их так, меломанские. У них действительно очень хороший бас, который можно подрегулировать из приложения. Благо, есть эквалайзер, есть настройка фичи Clear Base, если действительно хочется, много баса его можно добавить. И знаете что? Если где-то в магазине будете их пробовать, слушать, тестировать, попробуйте Pink Floyd, альбом Division Bell, трек High Hopes. Начинается он потрясающе. И там просто восхитительное панорамирование звука. Вы слышите каждый инструмент. Вот он здесь, здесь, здесь. А еще, если будете слушать на Андроиде, ух, хорошо будет. Почему я говорю про Андроид? Потому что эти наушники поддерживают AptX, AptX HD, LDAC и кучу других высококачественных кодеков. Пользователям айфонов приходится довольствоваться кодеком AAC, но это тоже, на самом деле, не так уж и плохо. Все равно мы с вами чаще всего слушаем музыку из каких-то стриминговых сервисов, а там LDAC, наверное, ну, не так уж и нужен. В конце концов, никакая Яндекс.Музыка или Эппл.Музыка не сможет дать нам битрейт мегабит в секунду. Ну, не сможет. Они стали удобнее, они стали легче, и теперь это мои number one наушники, которые я буду брать с собой в поездки. Повторюсь, первую серию я брал с собой не так часто из-за того, что в них было не так удобно. Здесь все недостатки, вот которые для меня были критичными, их поправили. Легкие, удобные. И вот этот цвет серая платина. Очень мне нравится. Плюс оживут они долго, порядка 30 часов, это очень и очень конкурентный показатель. Далеко не все наушники такого плана смогут похвастаться таким временем жизни от одного заряда батареи. Не, ну шум они давят, конечно, космически. И никогда... Я раньше не любил летать, я вам так скажу, потому что это всегда было страдание. Ну, типа, летишь пять часов в этом кресле, сидишь, а сейчас так кайфово. Единственная минута тишины, когда ты наушники на уши накинул, и сидишь совершенно кайфуешь, просматриваешь фильмы, и можешь вообще поспать в наушниках. Блин, они прям очень... Они прям... Они очень легкие. Они очень легкие, потому что они прям вот невесомые на ушах на дело, прям кайфуешь. Редактор субтитров А.Семкин